Летучие что? Летучие? Ну не мыши, да? Нет, это не мыши, это летучие собаки, говорят, или белки. Намасте, друзья, Сайрам, мы все еще находимся в футопарке, и сегодня я хочу прогуляться в большой статус Канумана на горе, напротив автобусной станции по стендам, если идти по направлению к Ашраму, есть поворот налево, в сторону холма. Вот это автобусная станция, полицейский участок, здесь мы поворачиваем и поднимаемся наверх. Такая вот дорога. Сайрам. Сайрам. Музей еще не работает, он открывается с 10 утра, но ворота уже открыты, на территорию уже пускают. Не доходя до музея, слева находится Meditation Tree, дерево, под которым можно медитировать. По преданию Сайбаба частенько приходил к этому дереву, чтобы тоже помедитировать, посидеть в тишине под кроной этого дерева. По территории установлены такие вот плакаты с мудрыми мыслями Сайбабы. На дереве очень много летучих собак. Музей. 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 Это летучие собаки, говорят, или белки летучие, а они на собачек похожи, на лицо, как собачки. На белок они на собачек похожи, да, на собачек маленьких. Ну, бывает как-то пошевелить собачка. Подтягивается, смотри как. Да, 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 я как раз на ней, ооо, прикольно, да. А их во шраме много тоже на деревьях, а там сколько видят, смотри, вот дальше вон дерево, вон там и вообще грозди. Да, да, потому как-то не обращали внимания, а тут их оказывается. Очень много. Чистятся так же, как собаки. Лапкой чистят. Вот поинтересно, смотри, как она летает. А он этот завернулся вообще в крылой и спит. Дрожит что-то вон там как-то странно. Как зонтики у них крылья. Да, он у них заворачивается, он как-то оборачивается как в плащ. Вон тот, ее повернулся. А они все так делают. А эти вот берут, наверное, что-то. Язык красный. Язык красный. Территория ухоженная, красивая, цветочки кругом. Громко разговаривать здесь нельзя, чтобы не мешать людям. wer συнецов. Все еще живут. И еувер. Окаж, все. Субтитры создавал DimaTorzok Красивые цветочки вокруг Какой-то интересный цветок с колючками Острые колючки, друзья Вокруг большие камни, волны Красивая территория, выхоженная Тропинки, дорожки Пройдя Meditation 3 Попадаешь на территорию музея Здесь вот такая инстилляция богов, ганеша Слева находится с шеверингом Входят в музей Музей охраняет два огромных слона Музей называется Ом Шри Сай Рам Музей Ганеш гейт Ворота Слон огромный Заходим в ворота и идем дальше Впереди какое-то административное здание Шри Са Теса и Институт высшего образования Хануман Очень много хануманов вокруг Там вдалеке уже виднеется огромная статуя ханумана Куда мы, собственно говоря, и направляемся Здесь вот на постаменте небольшая статуя находится Перед административным зданием Продолжение следует... Внизу находится стадион Еще один музей Вот музей Справа виднеется А наверху статуя ханумана Красивые, ровненькие пальмы Прям как ненастоящие Горшочки с цветами Цветочки посажены и политы С утра Я за территорией ухаживаю Судя по всему Травка поливается Какие-то ягодки Желтого цвета На облепиху похоже Думаю, что не облепиха Думаю, что не облепиха Иду дальше Обходя здание С левой стороны Здесь уже Красивая дорога заканчивается За зданием архива И впереди Виднеется обычная Грунтовая тропинка Или дорога небольшая Какая-то подстанция Вот по этой дороге Вдоль забора Я и должен прийти К статуе ханумана Каменистая почва Красного цвета Это глина такая Кругом здесь Красного цвета Забираюсь на камушки Чтобы посмотреть На путапартии сверху Вот такой вот, друзья Открывается вид на путапартии Слева виднеется озеро И вот Да и все-таки Половина где-то Путапартии Здание архива Куда я пришел Даже здесь Видимо Сажают новые деревья Ухаживают за ними Видите, все Подкопано Окопано Не знаю Вераз ли полито, конечно Но Видно, что здесь Вдоль тропинки За деревьями Ухаживают Все Дерево в красном Глине Кора такая Образовалась Непонятно Для чего Вырыты их траншеи Надо быть Чтобы вода туда Набиралась Наверное Снова камни Так Где ж Не могу Посмотреть Много камней Кстати, друзья Такое ощущение, что мы попали обратно В хампе Такое ощущение Отсюда открывается вид на вторую половину Кутапарки На музей На здание Архива Замешает дерево Ну вот Через дерево тоже красиво Покрашенные камушки Как маркировка Своего рода Белый цвет Вот мы уже подходим К хануману Видно Недалеко уже находится С этой горки С этой горки Наверное Будет открываться Красивый вид Надо подняться Вверх Забрался на самый верх И вот такой вид здесь Открывается Шикарный Шикарный Внизу здание В китайском или японском стиле Это тоже здание музея За ним стадион Часть города Гора Красивый вид И вот он Хануман Огромный Очень красивые цветочки Встретил по дороге Здесь такие же цветочки Только другого Немножко оттенка Более распустившийся Более розоватого цвета Так Грунтовая дорога закончилась Выхожу на бетонную Дорогу Широкую Как раз она ведет К статуе Ханумана К огромной большой статуе Ханумана Которая видна издалека Снизу Со многих точек Ага Там впереди виднеется Видимо это обзорная площадка Ничего себе Что огромная Немного вида Потому что солнце светит Огромнейшая статуя Огромнейшая статуя Отсюда открывается вид На стадион И вот как раз я стою Напротив Ханумана Попробую сейчас показать вам Высота 65 футов Снизу Гранди Борис Борис В Широкую Дальше дорога идёт вниз и выходит к стадиону, судя по всему. Спускаюсь вниз. Получается, друзья, что я обошёл практически вокруг этого холма и, наверное, как раз выйду там, где заходил, возле ворот. А сейчас я спускаюсь к стадиону. Справа с коровой это, видимо, Кришна с флейтой и с коровой. Спереди посмотрю. Здесь на фоне холма установлены различные божества на фоне Ханумана. Хануман находится на самом верху, а ниже находятся другие статуи. Вот самая первая нас встречает статуя Кришны с флейтой и коровой. Это, я так понимаю, статуя Ширдиса и Бабы предыдущего. Здесь есть проход. Пробую сюда зайти. Много цветов, кустов, всевозможных. Всё красиво, ухожено, чистенько. Здесь, наверное, вечером красиво. Судя по всему, есть подсветка. Такая вот, тоже огромная. Наверху Хануман. Чайничек. Кобра. Рудракши. Наверное, это Шива. Да, такие красивые цветы вокруг. Всё это возле скалы. Огромная каменная скала. Огромная каменная. Видно Ханумана. Хороший ракурс. Иисус Христос. Какая-то башенка. Наверное, она закрыта. Туда, походу, можно подняться. Наверное, сейчас я уже не буду подниматься туда. Дошёл до музея в китайско-японском стиле. На территорию музея снимать, друзья, нельзя. Поэтому я туда сегодня заходить не буду. Я уже там был раньше. Неплохой музей. Называется Чайтанья Джоти. Такой вот здесь дресс-код. В коротких платьях, в шортах. Заходить запрещено. Работает с 9.30 до 12.00. После обеда с 3.00 до 6.00. В понедельник не работает. Ну, я иду к главной дороге на выход. Выхожу из ворот музейных. Выхожу на главную дорогу. Я, собственно говоря, пришёл. Переделить мне эту дорогу. И там рядом находится наша гостиница. Итак, друзья, я зашёл вокруг халма. С халмуманом на вершине. Совершил своеобразную париформу. С вами, друзья, мы прощаемся. Спасибо, что смотрите нас. Будьте с нами. И до скорых встреч. Намасте.